Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня выпуски. Мне очень понравился формат общения живого. День информирования на Смоленской АЭС. От всей души поздравляем вас с наступающим праздником. День защитника Отечества в городе Атомщиков. Масленица – это прекрасный повод повеселиться от души. Выставка продажа «Встречаем Масленицу». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока суммарная нагрузка 3198 мегаватт. Выработка электроэнергии за 26 дней февраля составила 1,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 457 миллионов. С начала года выработка составила 4,08 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 579 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Получить оценку работы за 2016 год и узнать о стратегических бизнес-задачах компании непосредственно от генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева работники атомной отрасли смогли 15 февраля. В онлайн-режиме Алексей Евгеньевич выступил перед многотысячным коллективом госкорпорации и ответил на все интересующие сотрудников вопросы. Подобный формат диалога первого руководителя отрасли с дивизионами был организован впервые. Онлайн-встреча, объединившая более 80 предприятий, дала старт первой информационной кампании 2017 года. На Смоленской АЭС она завершилась 27 февраля. Все эти дни руководство станции и подразделений встречалось с персоналом, чтобы донести до каждого работника приоритеты дальнейшего развития атомной отрасли и роль нашего предприятия в стратегии роста. В целом, прошедший год был продуктивным для атомной отрасли. Свою лепту в командный успех «Росатома» внес электроэнергетический дивизион. Российские атомные станции в 2016 году превысили достижения 2015 года по объему выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку более чем на миллиард, до 196,4 миллиарда киловатт-часов. Смоленская АЭС вошла в число лидеров по генерации электроэнергии. В единую энергетическую сеть страны наша станция выдала 22,3 миллиарда киловатт-часов, выполнив план Федеральной антимонопольной службы на 102,1%. Как подчеркнул генеральный директор «Росатома», безопасность – главное условие и ключевой критерий оценки работы. Он призвал коллективы атомных станций с особым вниманием подходить к вопросам обеспечения безопасности, работая над постоянным повышением ее уровня. Это касается не только эксплуатационной безопасности, но и соблюдения требований охраны труда. В 2017 году коллектив «Смоленская АЭС» продолжит повышать безопасность по всем направлениям деятельности. Мне очень понравился формат общения живого. Это, на мой взгляд, является важным инициирующим фактором к дальнейшему развитию и достижению целей. А также формат живого общения и возможности задать вопросы непосредственно самому высокому руководителю госкооперации от рядовых, фактически, сотрудников позволяет фактически инициировать возможности решения вопросов каких-то, которые были заданы. Формат сегодняшнего дня информирования мне понравился. Однозначно он лучше, чем форматы прежних дней информирования, поскольку живое общение с аудиторией руководителя госкорпорации несомненно более эффективно, чем просто, как ранее было, трансляция мнения одной стороны. Сегодня мы получили эмоциональное живое общение с руководителем, и это значительно лучше по качеству, чем, на мой взгляд, шаг вперед в качестве дней информирования. Понравилась полнота, мне понравилось живое общение, открытость, то есть возможность задать вопрос, получить на него ответ. Мне понятно, куда двигается госкорпорация Росатома. День защитника Отечества День защитника Отечества – яркий символ патриотизма, преемственности исторических традиций и беззаветного служения Родине. 22 февраля центром внимания стал мемориальный комплекс Десногорска «Курган Славы». Представители коллектива Смоленской АЭС и других предприятий города, органов местного самоуправления и общественных объединений возложили венки и цветы к могилам павших воинов, почтили память героев, которые всегда будут примером истинного патриотизма для последующих поколений. Замечательный кулинарный подарок смоленским атомщикам приготовили работники общественного питания «Сайс-сервис». Символом масленицы на Руси считаются блины, ассортимент которых мы вам предлагаем на нашей выставке. Кроме блинов, традиционно готовили разнообразные мучные изделия. И в нашем ассортименте более 20 наименований различных изделий. Сегодня на нашей кухне представлено более 15 наименований салатов и несколько десертов, более 20 наименований мясных, рыбных и овощных блюд. Ну и, конечно же, наша масленица – это яркие краски и народное творчество. Наш коллектив постарался украсить своим рукоделием этот праздник, чтобы порадовать вас. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова